всем привет из киева столица украины с вами виктор фурсов сегодня 13 июля 2020 года сегодня мы смотрим на моль да именно на моль на ту моль которая грозная моль потому что она может повреждать наши различные шерстяные шубные изделия куда она у нас попалась я показываю обычно живых организмов и этот организм еще немножко живой но он сидел в чашечке петли а точнее в пробирочки уже пару дней тут жара она уже немножко подустала но все равно попалась она просто в коридоре и точнее говоря в подъезде и она желтая при желтая тут конечно цвет сложно передать может быть с искажением потому что еще лампа подсвечивают желтая но поверьте мне она нежная желтенькая такая серебристенькая и она хорошо отличается конечно же от той часто встречающиеся бабочки на кухне которая барная огневка это тех самых плодовая моль которая летает на кухне потому что это скорее всего шерстяная моль и шубная моль надо будет проконсультироваться со специалистами сейчас увеличиваю зумом ее голову видим что у нее длинненькие усики голова она немножко двигается потому что она еще немножко живая шевелится но уже не улетит потому что мы посмотрим что за наблюдать за ней за живой очень сложно и этого объясняется ее строением она очень быстро и очень активная и чтобы она улетела даже в лабораторию где-то тут нашла шерстяной вещи изделия не очень хорошо а если уже дома то тем более экспериментировать сложно потому что она очень быстро летает быстро прыгает и быстро бегает бегает с тем чтобы найти немедленно какое-то маленькое укрытие где спрятаться и потом отложить яйца и вывести свое плодовитое потомство сейчас мы наблюдаем голову этой моли которая вода голова сверху у нее дарсально опушенная такими длинными чешуйками видим черный это глаз в левую сторону отходит это усики средства химического чувствительности а в правую сторону это уже ее грудка покрытая тоже чешуйками как и положено чешуи крылым бабочкам моль во взрослом состоянии обычно не питается потому что питаться ей не нужно главное что она запасла когда была гусеница запасы жирового тела для бабочки весь запас жирового тела которые у бабочки в брюшке находится будет уйдет на откладку яиц сейчас она немножко двигается покрыта вот видим маленькими чешуйками серебристо серого цвета наблюдаем ножку уже видим первый . такой шипик интересный и видим здесь такое опушение по кончику по краям крыла и двигается немножко кончик брюшка сейчас мы ее попробуем перевернуть и посмотрим как она устроена с нижней стороны она устроена очень интересно что объясняет ее очень быстрый шут страсти активность сейчас я ее переворачиваю переворачиваю кисточкой вот видим что уже ножка левая правая ножка и на ножках очень огромные шипы просто огроменные шипы которые не у всех так бабочек встречаются вот у этого вида моли очень огромные крупные шипы на задних ножках сейчас мы их увеличим попробуем ровно что-то не получается ее положить сейчас на иголочкой попробуем поправить хочется слишком повреждать потому что краска моли играет роль при ее определении и строй вот видим сейчас вот это вот видите огромный шип вот задняя ножка тут два шипа между голенью и лапкой и вот бедро и на этой части голени тоже два шипа что позволяет бабочки очень быстро отталкиваться сейчас поверхности прыгать под немножко и взлетать это явно механизм у нее для отталкивания потому что у многих насекомых том числе у паразитических имеется таки шипики на задних лапках которые помогают им отталкиваться внутрь находится белок специальный резилин который очень подвижны и очень устойчивы вот видим вот один шипик и 2 сейчас попробую еще дотронуться тут уже большое очень увеличение могу не попасть вот он вот он видим вот вот он шипик один большой шип 2 шипик и между лапкой и голенью еще тоже 2 шипик 2 вот на второй яйдане вода касаюсь на второй лапке и на второй лапке тоже самое вот видим какие крупные шипики и вот еще 2 шипика ступай еще один шипик ножки тоже покрыты чешуйками длинными удлиненным это не чешуйки это именно шипики специальные как рожки буквально ступай еще рожки который находится на задних ножках конечно же личинки моли причиняют необъякий вред особенно вот этой шерстяной или шубной моли потому что питаются они на различных шерстяных изделиях несмотря на то что там содержится вещество кератин как раз животного происхождения у имеется ферменты осени с которой разлагают этот кератин и прекрасным образом потребляют и сейчас увеличим голову сбоку потому что видим такое красивое создание сбоку буквально носик такой виден из мы не видим здесь как раз ротовых органов потому что они редуцированы вместо них образовался такой небольшой носик черный глаз с верхней части находятся длинники это усики это ротовые органы преобразовались такой вот выпуклость специально и все покрыто голова тоже чешуйками даже ротовые органы тоже покрыты чешуйками только наверху они длинные он видим даже из извилистые такие как елочка попробуем их тоже так увеличить бы увеличение для достаточно крупная меня здесь уже внизу мы увеличиваем 20 10 20 раз еще на 50 почти под тысячу раз он и наверху видим волоски и точить это тоже чешуйки чешуйки только не виде волосков очень тоненьких а там с другой стороны тоже темный глаз перевешивает это ротовые органы редуцированные хватка мы не наблюдаем и такие хорошо развитые фасеточные глаза потому что она очень активно летает вылетает иногда на свет возбужденная привлеченная светом а потом очень активно прячется в различные уголки потому что ей нужно скрытое место обитания светом она неволей привлекается потом начинает метаться в разные стороны вот если ее сможете поймать и заметить что вот видим ее ножка опять под другим ракурсом с интересными шипиками так что это оказывается бабочка непростая эта бабочка прыгунья прыгунья на дальние дистанции летунья на дальние дистанции откуда-то вылетела из квартиры летала по коридору подъезду искала другого где бы есть заселиться и вот так прилетает от одних соседей к другим а в подъезд залетает с улицы потому что на улице тоже можно съесть первое крылышко погибшего голубя или ворона или птица а потом тихонечко также заселиться с улицы потому что летом жарко тепло и постоянные инфекции может просто даже с улицы заходить не обязательно от каких-то соседей выращивающих моль на своих шерстяных изделиях так что спрятаться очень сложно но тем не менее конечно если шерстяные изделия как монокультура хранится у кого-то дома шкафчики и без всяких отпугивающих репеллентов и веществ то есть опасность что моль может там отложить яйца и гусеницы выведшиеся будут поедать шерстяные изделия для чего можно самым простым способом или обрабатывать время от времени отравляющими веществами одежду не очень хорошо потому что пахнуть будут или запечатывать самые важные самые ценные вещи показываем снова ножку полиэтиленовые пакеты которые гусеницы не проберется и бабочка не проберется чтобы на запах шерсти добраться самые ценные изделия запечатывать в большие или маленькие полиэтиленовые пакеты или пластиковые пакеты закрывать их внутри обработать репеллентом и закрыть что основной метод защиты конечно такой превентивный или все-таки можно окурить помещение если это промышленных объемах какой-то магазин или хранилище домовыми шашками для фумигации домашних условиях конечно поставить может быть не очень противно пахнущие репелленты на основе гвоздики и других некоторых веществ потому что спать вместе с веществами конечно не хорошо в основном это обработка проводить в тех помещениях которые не предназначены для сна там где спите и живете и храните вещи надо их чистить мыть и после того как отмыть сразу же запечатывать высушить немедленно запечатывать чтобы гусеница не появилась именно бабочка не пролезла не отложила яйца выведшиеся маленькая крохотная гусеница потом не пробралась до вашей какой-то шубки или ваши шерстяных изделий шарфика или кофты или какой-то другой одежды потому что вот такая вот она маленькая очень опасно и размером подтверждаю и около всего лишь около 5-6 миллиметров яркая желтая лимонного цвета вот этим она отличается своим ярким желтым цветом пушистыми крылышками и вот такой мы видим специфической шапочкой на голове шапочка на голове сейчас я ее еще раз увижу вот она двигает своими шустрыми ножками которые она может прыгать покажем сейчас вот видим чешуйки которые часто прилипают к рукам если ее поймать вот видим шапочку на голове пушок конечно которые рассмотреть только можно только под микроскопом потому что бабочка все-таки маленькая 5-6 миллиметров но подвижно и хорошо летает вот такой сегодня у нас веселый обзор бабочки моли шубной моли старайтесь закрывать свою одежду от моли потому что будьте здоровы и чистый охраняйте свои помещения превентивными мерами потому что мой не дремлет хорошо летает пылесосом ее сложно поймать хотя можно попробовать а вот гусеницу можно не найти потому что гусеницы маленькие крохотные делает вокруг себя оболочку такой получается как в кармашке как будто в рукаве в таком находится и в этой капсуле они практически не видны а капсулу из кусочков одежды ее можно просто не заметить как грязь она не просто видна как белая осеница чтобы гуляла по по кругу и все ела она делает специально себе чехольчик в котором прячется о мерах борьбы превентивных я уже рассказывал минуту назад так что спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал мы будем рассказывать вам и далее различных интересных насекомых о вредителях о полезных насекомых не забывайте ставить лайк и подписываться на канал и заходить на страницу patreon если хотите поддержать наш канал развитие нашего канала на страничке patreon бросить пару долларов туда почему бы нет в любой валюте патреон принимает в любой валюте если вы специалист по интернету с вашей карточки патреон очень хорошо даже поддержит развитие нашего канала даже по капельке капелька капелька нам будет приятно канала будет интересно развиваться что мы будем знать что есть обратная связь а вы будете как меценат указано в титрах следующее видео после поступления вашей благодарности что спасибо за просмотр при этом от вкусового виктора и шумный молли вот такая она улыбается и передает вам привет из киева до новых встреч на моем канале пока-пока и 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